Здравствуйте! Вы смотрите программу «Правительственная связь» в студии Татьяны Молокова. Наступило лето, самая горячая пора для школьников, выпускников, учителей, родителей. И сегодня на эту тему мы будем говорить с министром образования и молодежной политики Чувашской Республики Владимиром Ивановым. Владимир Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Николаевич, вот сейчас на каком этапе процедура сдачи экзамена? Ну вот наступила, как Вы уже правильно отметили, самая горячая, самая ответственная, самая серьезная пора для выпускников 9 и 11 классов образовательных школ нашей Республики. Это ответственный этап не только для выпускников и прежде всего для родителей, потому что больше всего, на мой взгляд, волнуется больше, чем дети и сами родители. И, конечно же, учителя волнуются. И для нас очень важно в этом году обеспечить честное проведение ЕГЭ, комфортные условия, несмотря на то, что какие-то процедуры изменились. Но в целом, я хочу подчеркнуть еще раз, для наших выпускников принципиально ничего не изменилось, как в заданиях контрольно-измерительных материалов, так и процедуру проведения ЕГЭ, так и графики. Поэтому, я думаю, в штатном режиме все будет проходить, а отдельные нарушения, отдельные недосчеты, отдельные недостатки, они были, мы будем их искоренять, но в любом случае, совместно всем сообществом педагогическим мы их будем решать. Для нас очень принципиально важно, чтобы выпускники наши достойно прошли этот этап. Сколько экзаменов осталось еще? Ну, еще, значит, основной этап остался математика пятого, это завтра будут сдавать наши выпускники, это очень важный предмет, обязательно для всех. Ну, еще предметы по выбору, есть еще у нас дополнительные сроки для тех учеников, которые по каким-то причинам не смогли своевременно прийти в назначенные сроки. Так называемые резервные дни. Да, резервные дни. И еще вы знаете, что летний этап еще есть для тех выпускников, которые будут сдавать вузы и по прошлому году не успели или по другим причинам каким-то образом не попали в основной этап сдачи ЕГЭ. Там, где вузы ставят свои дополнительные предметы. И кто-то еще не успел основной поток переносить на второй этап. Поэтому такие этапы у нас, как бы, созданы условия для того, чтобы у выпускника была возможность выбора еще. Ну, вот 26 мая, по-моему, сдавали первый основной экзамен, это вот русский язык. Когда будут первые результаты? Когда мы узнаем, сколько у нас, как у нас школьники в Чувашии знают русский язык? Потому что проблемы с этим всегда были. Ну, вот, как правило, в течение 10 дней этот срок проходит, пока мы тут работы все это собираем, пропускаем через компьютер, отправляем в Москву. Задание С проверяется, потом все обратно сводится. Поэтому вот сроки установлены, они сжаты, и выпускники о них знают. Я думаю, в ближайшее время мы будем, ожидаем, точнее, первые результаты получить. Как вы думаете, каков прогноз? Сколько у нас будет стобальников? Ну, прогнозировать дело безнадежное. Мне бы очень хотелось, чтобы наши выпускники, и я очень рассчитываю, при том, что все, на что нацеливались, они достигнут цели. Для нас важно, чтобы каждый ребенок, на что нацелен, получил тот результат ожидаемый. И если кто-то получит выше, мы будем, конечно же, счастливы и рады к этому событию. Но для организаторов, для Министерства образования очень принципиально важно, я еще раз повторяю, честность. Чтобы ребенок, который сдает без шпаргалки, он готовился, проявляет свои способности честно, сдавал так же, как и другой сосед, который пытается использовать другие источники. Вот этого не должно быть. Для всех должны быть одинаковые условия. Не должно быть соблазна использовать какие-то источники и честно подойти с дачи ИГ. Владимир Николаевич, насколько я помню, вот несколько лет назад, по-моему, в Дагестане была проблема, что там дагестанские школьники на 100 баллов, очень много детей сдали на 100 баллов русский язык. Как-то в Чувашии несколько лет назад были претензии, что у нас в районах сдали очень хорошо. Отсюда встает, как говорят многие эксперты, делают выводы, что были нечестные проверки или нечестные сдачи. И пару лет назад пошли на беспрецедентные меры безопасности. У нас в Чувашии видеокамеры установили. В этом году еще усилили меры безопасности. Вот расскажите, как у нас сейчас процесс. Ну, наверное, оттолкнемся от того, что результаты наши по русскому языку всегда средние баллы были выше, чем среднероссийские. Вот это первое. Наши выпускники наших школ всегда показывали более высокие результаты по русскому языку, чем средний по России. Это первое, очень важно. В прошлом году у нас доля высокобальников была высокая, она такая же, как в 2011 году. То есть у нас, если смотреть в динамике, то резких скачков таких нет. Нет. Другое дело, насколько это было объективно или не объективно, ну, погрешности всегда существуют, они неизбежны, к сожалению, когда вот такой сложный механизм, сложная процедура проведения ЕГЭ. Но для нас важно сравнивать не столько абсолютные цифры, а нас сравнивать аномалии, чтобы не возникали. Вот аномалии говорят о том, что, следовательно, где-то произошла утечка информации или нечестно организованного, или не совсем до конца была реализована безопасность, информационная безопасность ЕГЭ. Вот в этом году действительно мы, в прошлом году еще, кстати, приступили, в отличие от других регионов Российской Федерации, видеофиксация. Для чего это важно? Вот я еще раз хочу воспользоваться эфиром и сказать, это важно для наших же детишек. Они не должны приносить сотовые телефоны, мы их должны обезопасить. То есть видеофиксация говорит о том, что предупредить на стадии использования этих источников, шпаргалок, сотовых телефонов и не допустить акта. Что такое акт? Это значит, мы ребенка выводим из аудитории, аннулируется результат, ребенок теряет право получить документ образования. Это же трагедия для каждой личности, для каждой семьи. Вот это основная задача. Крушение каких-то награжд. Это вообще психологический травм. И родители плачут, и организаторы страдают от этого. Организаторы, кто находится аудиторией, на них составляется административное дело и потом наказывается. Это ведь для всех критическая ситуация, когда по каким-то причинам соблазн у ребенка появляется использовать сотовый телефон. Вот первая задача – обезопасить всех участников. Вторая задача – сделать честными за счет того, чтобы не проносили наши детки. У них все равно желание каким-то образом себя подстраховать остается. Кто-то бумажку, шпаргалку кладет, кто-то сотовый телефон берет. А не дай бог, вот это выявится. Это опять сильный стресс для всех. Поэтому для нас важно, чтобы металлоискатели… Основная задача – сказать ребенку, ты предупрежден, ты знаешь, что этого делать нельзя. Но постарайся не злоупотреблять. Вот мы тебе верим. У тебя нет ничего. Абсолютно чисто. Мы на твоей стороне. Что греха таить? Некоторым учителям хочется, чтобы их дети хорошо сдали экзамен. Ну, как бы это такое моральное удовлетворение от того, что твои дети хорошо… И некоторые хотят помочь. Но ведь есть такие, наверное, случаи, да? Ну, здесь что сказать? Все мы на стороне ребенка. Я вначале уже сказал, мы заинтересованы в хороших результатах наших детишек. Мы будем радоваться успехов наших детей и огорчаться, если они получат не те результаты. Ну, вот читая в интернете отзывы об экзамене, многие говорят, ну, это так унизительно проходить через рамки металлоискателя. Такое ощущение, что там нам не доверяют, нас проверяют, как там главных террористов. Вот такое, вот есть мнение. Ну, вот все это относительно сейчас, от чего оттолкнуться. Я еще раз говорю, надо все-таки отталкиваться не от того, что мы хотим унизить ребенка. Мы хотим его предупредить. Он же расписался до этого заявления, он же не говорит о том, что вы мне не доверяете. Мы ему предупреждаем, говорим, вот, на экзамен можно приносить ручку и так далее. Вы знакомлены? Ознакомлены. Мы же, когда идем в медицину на операцию, мы тоже говорим, разрешаем, доверяем мы вам. Это вот доверие должно быть, именно взаимное доверие. Мы ребенку доверяем, ребенок должен доверять нам. Вот это видеофиксация на входе. Металлоискатели говорят о том, что если что-то звенит, мы говорим, имей в виду, у тебя что-то не так. То есть только об этом. Ну и вообще многие учителя говорят, что экзамен можно сдать, ориентируясь только на свои знания школьной программы. Ну, как бы ЕГЭ построен таким образом, что она предполагает, что все дети, которые хорошо учились, они сдадут ЕГЭ без проблем. То есть у них нет проблем с дачей ЕГЭ. А проблемы возникают тогда, когда кто-то надеялся, что авось там кто-то мне поможет. А кто старался всю жизнь, во все школьные годы, проявлял успехи и при том старательно относился и к подготовке ЕГЭ, потому что это все равно отдельная процедура, она отличается от других форм долговой аттестации, скажем так. Здесь у них никаких проблем, на мой взгляд, сложных нет. Здесь больше всего, на мой взгляд, опять-таки, обращаясь к родителям, уже говорю, волнуются наши родители. Вот один пример просто приведу. По прошлому году, перед экзаменом, ко мне все подходили, родители говорили, что вы там устраиваете. Это ЕГЭ такой стресс. Это такое тяжелое испытание для наших детей. А потом, когда экзамены завершились, получили результаты, все детки поступили, хорошо, что есть ЕГЭ, наши дети вон туда-туда-туда поступили. Вот абсолютно две разные вещи, в начале ЕГЭ и в конце ЕГЭ. Поэтому для нас важно грамотно и родителям грамотно пройти этот сложный этап. Это сложно для ребенка. Ребенку надо помочь сказать, какой ты у нас умница, хорошо учился, ты сдашь ЕГЭ, у тебя все будет великолепно. Ну да, и психологическая составляющая тут выходит на первый план. Поддержать надо ребенка на этом этапе. Ему очень сложно сейчас. Чтобы стресса, да. Ну, стресс для всех сложный экзамен. Это непростая ситуация. Все мы волнуемся, все мы сдавали по жизни много-много экзаменов. И каждый экзамен, он по-своему очень вызывает неоднозначную или, по крайней мере, сложную ситуацию. Владимир Николаевич, ну вот после обязательного экзамена по русскому языку 26 мая, буквально на следующий день вы дали комментарий о том, что были нарушения, 4 нарушения в Чувашской республике. Да, вот выявили. Сейчас какова статистика? Ну вот, к сожалению, опять-таки я очень таким болью говорю, что вот эти нарушения, каждые 4 нарушения, это 4 судьбы ребенка, для меня очень болезненно. И для болезни, я думаю, для родителей, для учителей, для организаторов, кто там этим занимался. И это большой стресс. Вот я все время призываю, детки, будьте, пожалуйста, бдительны, ну покажите знания честно, не приносите аппараты сотовые, шпаргалки. И вот эти 4 ребенка, это 2 выпускника из города, один выпускник прошлых лет, другой этого года. И в районах Чувашской республики еще 2, это Урмара и Яльчики. Это вот 2 судьбы. И поэтому, конечно, большая трагедия для мамы. Я слышал, мне рассказывали, как мама плакала, девочка плачет. Ну вот зачем это делать? Это трагедия. Поэтому вот предупреждаю, на этих примерах бы не допустить. И опять вчера после физики мы обсуждали, анализировали, смотрим видеофрагменты, нарушения, которые допустили. Опять 2 выпускника, они аннулируем результат по физике уже. Это много? А вот 6, да, пока на данный момент? Вот мне бы не хотелось абсолютно цифрами мерить. Даже один случай, это трагедия. Даже один ребенок, это судьба человека, это вселенная вся. Ребенок, это вся вселенная. Даже один случай нарушения, это трагедия. Тут я бы не стал даже мерить количество. Владимир Николаевич, немножко от частного к общему перейдем. Вот в мае очень много говорили о том, что Чуваша в национальном рейтинге получила 20 место. И один из параметров оценки – это результат ЕГЭ. В частности, результаты двоечников. Доля двоечников. Как вы можете прокомментировать рейтинг? Вот если позволите, я все-таки здесь несколько обширно попрутаюсь ответить на ваш вопрос. Действительно, очень важный вопрос, потому что это касается судьбы республики, руководства республики, системы управления в том числе. Республика мерит по двум показателям, которые сносятся к системе образования. Это доля детей, сирот, усыновленных, которых мы устроили в семье. Здесь у нас результаты хорошие, динамика высокая. И еще доля выпускников, которые на ЕГЭ по русскому математике получили двойки. У нас получилось так, что в абсолютных цифрах у нас большой разницы есть, небольшой рост был. Но мы потеряли динамики из-за роста. Не из-за того, что у нас их огромное количество, долю выпускников, ставших на двойки. И другая… Чтобы было мало, стало побольше. Да, и притом она зависит же от, как сказать, от сложности задания кемов, от уровня подготовки в этом году, от доли выпускников вечерних школ. Кстати, вот как раз мы тогда анализировали причину. Доля выпускников вечерних школ возросла, они нам дальше доли двойки больше дали. В итоге у нас вот получилась такая ситуация. Но мы эту ситуацию проанализировали, но суть дела даже не в этом. Мы считаем и всегда считали, даже отстаивали, что это неправильно мерить республику таким индикатором, таким показателем. Это результат деятельности последних 10 лет. Ребенок же развивался 10 лет, его результаты на выходе. Поэтому оценивать сегодняшний уровень руководства или республику этим показателем неправильно. И вот указ, подписан 2 мая президентом России, что этот индикатор убирается вообще больше республику и другие республики, и другие субъекты Российской Федерации. Поэтому показатели не будут оценивать, а наоборот вводят долю учащихся, которые обучаются во вторую смену. Я думаю, это правильно. Какие условия созданы республике? Наверное, вот это надо мерить. И поэтому тогда ЕГЭ становится более честным. То есть исчезает соблазн где-то кого-то подтолкнуть, подстегнуть, каким-то образом помочь ребенку. Повыше были результаты. Владимир Николаевич, еще один такой неприятный вопрос. Голова Рособорнадзора Сергей Коровцов в интервью газете «Коммерсант» 20 мая заявил, что в свое время в Чувашии была одна из лучших систем образования в стране. А по итогам прошлого года мы увидели, у них аномально подросли результат ЕГЭ. Но при этом резко уменьшилось количество победителей Олимпиад. И он здесь делает вывод, что есть случаи жульничества, и ребята потерялись тема учиться. Вот как это вы прокомментируете? Ну, я очень ценю Сергея Сергеевича, мы с ним давние хорошие отношения. И его мнение для меня очень ценно, во-первых, хочу сказать. Его мнение, действительно, в какой-то степени можно и нужно согласиться. Но в целом, не оправдываясь, просто хочу свое мнение тоже сказать, с учетом того, что ЕГЭ и Олимпиады – это две разные вещи. Олимпиады – это для особой группы детей, которые интенсивно занимаются увлеченно своим предметом, а ЕГЭ для всех. И при том, если смотреть только по динамике, у нас действительно, я уже говорил, всегда результаты наших детей по всем предметам были выше, чем в среднероссийске. Но в прошлом году результаты, они чуть выше оказались, чем остальные годы. И при том, я считаю, мы тоже посмотрели из-за чего. Это лицеи и гимназии, они традиционно у нас сложились. Дифференцированное обучение в старшем звене, профильное обучение. Они дали результаты. Но были и другие причины, я сейчас не хочу называть, потому что экзамен идет на эту тему, надо осторожно говорить. Но для нас важно, что в этом году и олимпиадное движение у нас результаты возросли. Было 14, стало 22. То есть мы выросли. То есть мы как-то упали в один год и потом резко поднялись. Почему мы упали? Потому что мы свою систему переналаживали. Мы создали свою заочную-заочную школу для олимпиадников. Выстроили преподавателей, которые индивидуально работают с каждым ребенком. Если ЕГЭ – это массовость, а олимпиады – это индивидуально. Поэтому вот эти две разные вещи я бы не стал совмещать. Ну и потом, когда все идет ровно, это как-то тоже неправильно, наверное. В жизни никогда ровно не бывает, поэтому скачки неизбежны. Но для нас важно, чтобы эти скачки невысокие были. И мы прогнозировали результаты и, по крайней мере, воздействовали на будущий результат. Ну и вот еще Кравцов заявил, что региональные министры образования, учителя и члены экзаменационных комиссий будут нести личную ответственность. Вот как с теми случаями нарушений? Не боитесь ли вы ответственности? Что вам грозит? Начнем с другого. Я, прежде всего, благодарен учителям, которые сегодня в аудиториях проводят ЕГЭ. Это очень большая ответственность. Я уже рассказывал, какие ситуации возникают и как мы к ним относимся, мы их наказываем. Абсолютно те же самые меры готов, чтобы ко мне применяли. Потому что ЕГЭ – это очень большая ответственность. Соответственно, если они отвечают за эту группу детей в аудитории, я отвечаю за детей, которые в республике. Я готов нести такое же наказание, такую же ответственность, как все наши учители. Дела об административных нарушениях возбудили против тех учителей? К сожалению, правило предполагает, что учителя, которые подписывались под приказом, что они готовы стать организатором ППА или аудиториях, они знали, на что шли. Мы их убеждали. Я знаю, насколько ответственна и сложна их работа. Но это нужно для того, чтобы наши дети одинаково имели возможность сдавать экзамен. Если один списывает, другой честно дает, это вот несправедливость. Возникает где? Несправедливость. Это ребенок видит своими глазами, и по всей жизни это потом нести, этот крест, очень тяжело. И вот этого допускать мы не имеем права. И поэтому ответственность руководителя, организаторов ППА и организаторов в аудиториях очень высокая. И я благодарю их за эту работу и очень надеюсь, что это они честно справятся. Большинство же справляются честно. Есть факты. За это надо отвечать. Если что-то случится в республике, мы тоже готовы отвечать за эти факты. Владимир Николаевич, а как сейчас обстоят дела с высшими учебными заведениями, с бюджетными местами? На что могут претендовать ребята, хорошо сдавшие ЕГЭ? Ну, во-первых, я хочу, хорошо или плохо, не знаю, но хочу проинформировать, что больше, ну, четверть, как минимум, 25, в прошлом году 27% наших детей, хорошо сдавших ЕГЭ, высокобальники, в том числе, уходят из республики, поступают в престижные вузы. Это тоже позитивный результат, я считаю, для выпускников, то, что ЕГЭ в системе... Они возвращаются обратно. Ну, это другой вопрос. Хотелось бы, чтобы вернулись. Часть возвращается в последнее время, но массово наверняка в ближайшее время, потому что надо же условия создавать, в ближайшее время вернуться, не вернуться, ответ как бы сразу сходу не готов, но в любом случае наша задача, чтобы они возвращались, база данных у нас есть. Другая очень важная, чтобы мы у себя создавали такие же хорошие условия, благоприятные, как в других вузах. Есть вузы, мы знаем, уже состоявшиеся, авторитетные, своими условиями приема абитуриентов. Но наши вузы тоже, я вот сейчас просто хочу еще раз подчеркнуть, они на мониторинге попали число эффективных. Все три ведущих вуза, и государственные университеты, и педагогические университеты, и сельхозакадемия, и количество бюджетных мест из года в год увеличивается. Вот это хочу еще подчеркнуть. У нас количество выпускников уменьшается, а количество бюджетных мест растет в республике. И еще одна задача, не просто увеличить количество мест, а количество подготовки специалистов. Не обмануть выпускника, а дать именно ту специальность, которая в республике востребована. Это электротехнический кластер, строительный кластер, сельское хозяйство. Мы все это знаем, и надо это донести сегодня. Вот там бюджетные места, наверное, растут, да, количество мест? Вот как раз бюджетные места увеличится там, где мы можем ребенка или выпускника вуза в последующем трудоустроить, и он будет гарантированно получать хорошую зарплату, создаст семью, соответственно, обеспечить всем необходимым. А как же интеллектуальная элита, государство, гуманитарие? Ну, интеллектуальная элита и гуманитария, и математика, я бы не стал их делить, потому что здесь элита интеллектуальная, она складывается из многих показателей. Не только интеллектуальная, а еще и, очень важно, творческая элита. Поэтому здесь вопрос вуза, который у нас есть, значит, в области культуры, их наша задача тоже сохранить, потому что там возникли вопросы сложности или вопросы со стороны руководства России. Для нас важно, чтобы вот эта элита и в республике оставалась. Но, с другой стороны, сегодня возможность есть эту элиту и обратно возвращать, и выпускники, если возвращаются, то для нас это большая была. Ну, я слышала, что там в том же самом госуниверситете на исторический, на филологический, просто на бюджетные места не набирают студентов. Даже вот такая проблема есть. Но она проблема не только вуза, это проблема и школы, в том числе, и проблема подготовки гата кадров для республики. Потому что здесь вопросы, помните, в свое время задавали количество, значит, специалистов на чувашской филологии уменьшилось гуманитарной. Эту тему мы сейчас вместе с правительством Чувашской республики, вместе с руководством ЧГУ и вместе с Министерством образования России решаем шаг за шагом. В прошлом году 10 мест, в пятом году еще дополнительно 20, еще дополнительно сейчас письмом выходим, чтобы национальные кадры готовить на базе ведущих вузов Чувашской республики. По цифрам, сколько у нас в ЧГУ, в педальнице, университете, в сельхозакадемии бюджетных мест? Ну, я точно, наверное, не скажу, но приблизительно 1500, 36, по-моему, 1536. То есть это Чувашский госуниверситет, 999 бюджетных мест – это педуниверситет и 355, насколько я помню, это сельхозакадемия. Это достаточно большой объем или достаточно... Я еще не называю филиалы вузов, тоже бюджетные места наращивают. Это и МАМИ, это и МАДИ. Поэтому для нас принципиально важно, что и ведущие вузы других... расположены в других регионах России, к нам бюджетные места выделяют. Это для наших детишек все. Владимир Николаевич, 1 сентября все равно через 3 месяца наступит. Как у нас школы готовы встретить школьников, которые пока еще доедут? Ну да, завершение учебного года автоматически становится этапом подготовки к началу учебного года. И летний этап, конечно, мы максимально стараемся всегда использовать для того, чтобы создать еще более лучшие условия в наших школах. Если в прошлые годы мы акцент делали на ремонт школ, это окна, крыши, туалеты, столовое оборудование, то в этом году мы делаем акцент на безбарьерную среду, там около 60 миллионов направляем для того, чтобы вход сделать, соответственно, туалет и оборудование поставить. И дополнительно еще акцент делаем для того, чтобы здоровый образ жизни воспитывать наших деток, чтобы их уберечь от соблазнов, антисоциальных поведений. Это развитие спорта. Вот школьные столовые и школьные, значит, оборудование рассчитанное, спортзалы, открытые площадки в школах. Для нас вот актуальная тема, поэтому в этом году на эти цели мы также будем выделять дополнительные средства. Сколько к первому сентября школ появится новых в Чувашии? Ну, на стадии строительства у нас одна школа, остальные школы у нас в прошлом году, четыре школы сдали, в этом году одна школа. С учетом того, что мы все-таки рассчитываем, что с 2015 года в России пойдет программа строительственного у школ. И на этом этапе мы все-таки не решили... Федеральная программа. Проекты, соответственно, программы подготовим сейчас и рассчитываем, чтобы убрать тот индикатор, как раз выполнить долю учащихся, занимаясь вторую смену. У нас, кстати, есть такие ученики, которые входят, учатся второй сменой, это очень неуютно. Мы эту программу выстраиваем. Соответственно, выстраиваем и строительство новых школ, тех райцентров, тех школ сельских, которые нуждаются в новых зданиях. Поэтому, я думаю, надо к этому готовиться. И в Чебоксарах нужно, там столько микрорайонов. Совершенно верно. Здесь в Чебоксарах недавно сдали, хороший детский сад получился на улице Гладково. Столько было разговоров шума, это было проблемное дело. Сделано, конечно. Но сделано, красивый получился детский сад. Недавно встречался с коллективом. Алена Игорь Наршинова пришла, увидела этот реализованный, наконец-то, проект. И действительно, вот это счастье для родителей и детишек, когда сделано. А там проблема сегодня. Очень большое количество детей, которые ходят в 10-ю, 24-ю, 22-ю школу. И наша задача здесь, в первую очередь, построить школу, чтобы снять напряжение и вторую смену. То есть, учитывается этот момент? Этот фактор, да. Мы вот сейчас программу как раз выстраиваем для того, чтобы к 15-му году прийти подготовленный и запустить этот проект. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Я надеюсь, что все ваши планы сбудутся, и ЕГЭ в нашем регионе пройдет успешно. Ну, я вот тоже хочу воспользоваться. Завтра серьезное испытание для всех детишек, выпускников 11-го класса. Это математика, предмет, который пугает многих. Но не бойтесь, хороший предмет. Я всю жизнь любил математику и не вижу ничего страшного. Призываю вас спокойно подойти к экзамену, успешно сдать и получить аттестаты, и, конечно, поступить в ведущие в УЗА, и в том числе в УЗА Чувашской республики. Успехов! Спасибо, Владимир Николаевич. А я напомню, что сегодня у нас гость нашей программы «Правительственная связь» был министр образования и молодежной политики Чувашской республики Владимир Иванов. До свидания.